В Сочи продолжается реализация городского проекта «Сочинское долголетие». Его цель – создать сочинцам максимально комфортные условия для введения здорового образа жизни. Бесплатные спортивные занятия с квалифицированными инструкторами организованы во всех четырех районах и 11 сельских округах курорта. Дыхательная и суставная гимнастика, шахматы, футбол, водное поло, пулевая стрельба, большой настольный теннис, бокс. Успешность проекта решила проверить Алина Тищенко. Ранним утром она отправилась в парк «Ривьера», чтобы заняться йогой. В парке «Ривьера» находится одна из площадок, которая участвует в проекте «Сочинское долголетие». И сегодня по расписанию йога. Кто-то приходит сюда, чтобы взбодриться перед работой, кто-то за компанию, а для кого-то это целый утренний ритуал. Но всех объединяет одно – желание быть бодрее, здоровее и пребывать в хорошем настроении. В парке с утра прохладно, тут в Сочи жира невыносимая. Мы с утра занимаемся, и это прекрасно. Заряд на целый день, настроение прекрасное. Я вообще чувствую себя великолепно благодаря этому йоге. Духовное уединение с природой, духовное уединение с собой. И очень здорово, что от города есть учитель, который преподает. Занятия проводятся круглогодично по разным направлениям – ушу, цигун, стрейчинг и обычная физкультура. В случае дождя и зимой в парке Ривьера обещают организовать площадку с навесом. Отметим, что проводят тренировки профессиональные преподаватели. В программе занятий акцент на проведение дыхательных практик и йоги сделан не случайно. Есть мнение, что подобные техники помогают восстановить и укрепить организм. Традиционно, чтобы наполнить тело энергией и жизненной силой, необходимо как минимум 45 минут академический час. Но поскольку с утра люди не могут быстро сконцентрироваться, пока соберёмся, пока настроимся, то на это на всё уходит два часа ровно. Бесплатные занятия йогой в парке Ривьера проходят ежедневно с 7 до 9 утра. Отметим, что принять участие в программе «Сочинское долголетие» могут все желающие. Город Сочи сам по себе очень спортивный. И требования сегодня у жителей, конкретно от нации, от администрации, от главы города, создавать условия для того, чтобы они могли долго, счастливо жить. И, наверное, самое важное – это физическое здоровье. Можно говорить о духовном. Во всём, в спорте собирается всё. И психическое здоровье, и духовное, и физическое здоровье. С расписанием тренировок и адресами спортивных площадок можно ознакомиться на сайте Департамента физической культуры и спорта администрации города Сочи. Алина Тищенко, Александр Киреев. Время новостей.